Фарес Али живёт в бедной йеменской деревне Махат, где из 200 жителей – 70 незрячие или слабовидящие. Он также слепой, но, несмотря на это, пытается устроить свою жизнь. Фарес изучает литературу в университете Лахджа. Ездить в город самостоятельно он не может, поэтому нанимает мотоцикл или автомобиль. «У меня постоянные трудности с транспортом и расходами на него. Иногда плачу 2000 реалов за машину или 1000 реалов за мотоцикл. Таким образом, я каждый день добираюсь до университета». Местные фермеры нанимают Фареса, чтобы он мог подзаработать. Но денег всё равно не хватает. Подобные проблемы здесь у многих мужчин и женщин. Работы нет, а слепота мешает заниматься сельским хозяйством. У Салеха – шесть незрячих братьев и сестёр. «Рядом сидит мой брат. Он ничего не видит, он больной и слабый. О нём нужно заботиться». Причину повальной слепоты в деревне врачи объясняют генетическими изменениями из-за смешанных браков. В йеменских деревнях часто женятся двоюродные братья и сёстры. Причём длится это веками. Обычно младенцы рождаются зрячими, но через несколько месяцев многие слепнут. Лекарств от этого недуга нет. «В большинстве случаев эти люди полностью слепы. Но у некоторых зрение частично сохраняется. И в основном никакое лечение не помогает». Специалисты считают, что деревенским жителям нужно рассказывать о вреде смешанных браков. Однако последние три года страну раздирает гражданская война. И проводить разъяснительную работу в таких условиях невозможно.